Здравствуй, друзья. Нелегитимный. Рассказывает, что отправил на войну уже 700 тысяч человек. А у нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч. Программа «Время героев» рассчитана на тех людей, которые... А. Хотят. А. Хотят. Б. Без ноги. В. Вернулись. В. Вернулись, кстати, самое сложное. А. Далеко не у всех из 700 тысяч есть такое образование и даже такие амбиции. Можно проще сказать. Далеко не у всех канализация дома есть. Из 700 тысяч до сих пор 600 тысяч ходят в деревянный туалет. В дырку. И задача государства – поддержать людей, которые оказались в очень тяжелых условиях. Задача государства, говорит Путин, – отправлять всех, кто не может выплатить ипотеку, кредиты, кто пьет, отсидел, не может работу найти, всех отправлять на войну. И реабилитация нужна. И поддержка нужна сейчас и будет нужна в будущем для большого количества людей. Посмотрите в эти больные глаза. Убийца, которого разыскивает Международный уголовный суд, рассуждает о реабилитации военных преступников. И мы уже сегодня думаем о том, каким способом организовать и оказать эту поддержку всем тем, которые в ней будут нуждаться. Под Волчанск всех на мясной штурм отправят. Вот и вся реабилитация. Ну, почти никогда не было у России со всех благостных времен. Политикой почти никогда не интересовались. Поэтому никогда и благостных времен не было. Всегда страна наша укреплялась, проходя через какие-то испытания, через какие-то сложности. Самое большое испытание – это когда твой сосед начинает жить лучше тебя, начинает зарабатывать больше тебя. А ты за 20 лет все просандалил и пропил. Не спали такому соседу хату в 4 часа утра. Серьезнейшее испытание. Не всем дано через него пройти. Ну, такими людьми Россия всегда славилась, и, как в народе говорят, она на таких людях и держится. Не, неправильно. В народе говорят, бабы таких еще нарожают. Вторая армия мира показывает, кто откуда. Здравствуйте, ребята. Вот, смотрите. Вот мы здесь все собрались с пацанами. Вот кто вот здесь сидит. Этот вот парень, вообще его взяли без документов и привезли сюда. При этом обокрали. Еще обокрали его. У него ни военника, ни паспорта, ничего нет. Этот вообще больной, он должен в психушке быть, лечиться. Этого тоже у него направление на психиатра. У него отношения. Как бы, вот, ребята, если сможете, помогите, чем можете. Помощь уже в пути. Дмитрий Владимирович Курлыгин. После выполнения боевой задачи взял автомат, открыл огонь по своим сослуживцам, три человека положил на месте и скрылся в неизвестном направлении. То есть, скорее всего, отправился вам помогать. Поддерживающий Путина зет-олигарх Ковалев рассказывает, что в России только за прошлый год 10 миллионов банкротств. В России 10 миллионов банкротств за 2023 год. Это страшная цифра. Честно говоря, в России зет-олигархи, поддерживающие Путина, выглядят не лучшие бомжи из Курского вокзала. Тоже зрелище так себе. Это люди, организации, у которых уже нет будущего. Все. Слева американский миллиардер, который рассказывает, как в будущем будут канализировать... Канализировать... Который рассказывает, как в будущем будут колонизировать другие планеты. Справа российский миллиардер Который рассказывает, что никакого будущего уже нет А вы знаете, что самый лучший подарок Это книга Вот такая И вот такая И вот такая И еще много-много разных моих книг С дарственной надписью Все их можно приобрести в фирменном магазине Моего мерча Гордон Шоп А еще там можно приобрести И вот такой кофе И вот такую подушку И еще много-много чего Благодаря вам, покупателям фирменного магазина Моего мерча Гордон Шоп Я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов Давайте отправим еще Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп Помогаем фронту Привет из Воронежа Вот ваши санкции Нам они совершенно не страшны Мы такие лихие ребята Можем ездить, в принципе, на отечественном автопроме Да, и нужны нам Ваши Вольво Мерседесы Всякие разные Субары И прочая заморская У нас есть свой Отечественный автопром Правильно Зачем нужны эти Вольво Мерседесы Субару Если на дорогах Все равно нет асфальта Вот так ездит на работу Глава администрации города Алатырь Павел Аринин Сажает какую-то женщину На передние сидения Держит ее за голову И она ему Всю дорогу поправляет ремень Павел Это что такое? Очередная мера поддержки Жен участников СВО Видео для обманутого россиянина Как живет загнывающий запах Вот мы приехали Получать бесплатную еду На Мерседесе Чисто чтобы показать Как в Америке загнывают Вот загнывающая бабушка Волонтерит Раздает еду Загнывающим Американцам Американцы приехали На загнывающих машинах Если вы можете обратить внимание Это Лексусы Ниссаны Типа один шлаг Один загнывающий шлаг Вот принесли Погнывшие Овощи, фрукты Сок положили Я сказал что у нас Две семьи И они положили нам два пакета Thank you very much God bless you Вот просрочку нам положили Ну такое два ящика Просрочки Два ящика просрочки Ну нормально Нормально А за кого взамен Надо проголосовать За Байдена Или за Трампа Смотри обманутый россиянин Какая остановка В центре Самары Ой на самом деле Это шутка Это город Днепр Это обычный спальный район То есть даже не центр города Все на месте Никто ничего не украл Никто ничего не сломал Хотя В стране война Жители Самары Выйдя из своего подъезда На улицу Тоже спрашивают Точно ли бомбят Украину Привет обманутый россиянин Хочу показать тебе Как живут люди В Нидерландах Обычное село Где-то окраина Города Такая улица Небольшая Вот Такие дороги Покажу на каких автомобилях Ездят Сейчас Вот такие дворы Все аккуратно Байкер стоит Стоит один Электрический автомобиль И смотри Здесь стоит Тесла Модел Здесь живет Обычный Фельдшер Который работает На скорой помощи И он ездит На Тесле Следующий Вот такой Мерседес Во дворе Гибридный Ярис Стоят Стройматериалы Во дворе Человек делает ремонт Никто ничего не берет Никто ничего не берет Ну вы мне везу дайте И я заберу И стройматериалы И Теслу Стройматериалы Стройматериалы